Привет, друзья! Сегодня поговорим о прочитанном. Месяц еще не закончился, и, по идее, можно было бы это растянуть на подольше и попозже рассказать обо всем. Но рассказать чем-то нужно, поэтому я уверена, что я не забуду в следующем месяце, по крайней мере, надеюсь на это, рассказать о том, что прочитаю еще за оставшиеся дни января. Начну, наверное, с тех книг, которые прочитала в бумаге, и потом перейду к каким-то диджитал-вариантам и в аудиоформате, и в электронке. И тут вот прямо сверху лежит очень странная книжка. Это «Белый отель» Дональд Майкл Томас. Тут просто ДМ написано, поэтому не очень удобно в этом плане. Эту книжку я хотела прочитать очень давно, и в каком-то списке ее видела на Лайфлибе, и тогда она мне очень понравилась. Мне показалось, что это было бы очень интересно, учитывая, что в основе лежит Фрейд, его учения и конкретно его пациентка. Я так поняла, мало тогда на основе аннотации, что в книге будет рассматриваться как раз история болезни этой самой пациентки, возможно, с какими-то примерами из жизни и, возможно, с каким-то итогом, к чему лечение привело или, наоборот, не привело. В принципе, поначалу так оно и было. И вообще вся эта книга, она напоминает какой-то, я не знаю, спуск в ад, я не знаю, какую-то спираль, по которой мы вечно катимся, потому что она состоит практически из всего. Во-первых, книга начинается с писем, которые Фрейд пишет другим своим коллегам, и, в принципе, коллеги эти тоже пишут ему в свою очередь. То есть мы видим обмен сообщениями, то есть самой перепиской, в которой так или иначе присутствует та самая пациентка Фрейда, которая на тот момент времени занимала все его время и весь его разум практически. Потом мы переходим к поэме или, вернее, стиху, которую сочинила та самая пациентка, по-моему, Анна ее звали, о котором идет речь как раз в этой переписке. Мы читаем его, тоже ловим какие-то соприкосновения, потому что о многом, по крайней мере, о том, что состоит в основе этой поэмы, мы видим уже в переписке. И какие-то личные взгляды, личное мнение Фрейда и его коллег на этот счет. И потом мы уже переходим к самой Анне, которая рассказывает о том, что с ней происходило. Вернее, не рассказывает, а это похоже на ее дневник. Вернее, по-моему, это и есть ее дневник. И потом мы переходим к какой-то совершенно другая часть. Причем эта книжка, она балансирует где-то на грани яви и сна, и непонятно, где мы находимся в данный момент времени. И более того, нам никто этого сказать не может. То есть мы постоянно вертимся вот на каких-то кругах, и мы не знаем, где окажемся в следующий раз. Здесь есть моменты более интересные, есть моменты менее интересные. То есть мы находимся в каком-то крайне подвешенном состоянии, не в состоянии решить, простите за тавтологию, что будет дальше. И как мы вообще должны себя в этом во всем чувствовать. Я поставила этой книжке 3,5, потому что это немножко не то, чего я ожидала. Я уже, в принципе, и в покупках об этом сказала. Что, да, поначалу это была действительно история болезни пациентки Фрейда. Но потом это перешло в чисто военное поле, где нам рассказывались последствия войны. Вернее, непоследствия, мы даже находились в самой югуще, можно сказать. Мы проследились за событиями Бабьева Яра. Для меня, в принципе, столкнуться с этим событием в литературе где-то было в новинку впервые. Я никогда раньше об этом не читала, не слышала. Но я не ожидала ни в коем случае увидеть это здесь, в этой книге. Я думала, что мы будем сконцентрированы вот исключительно на болезни, на развитии личности. Нашей главной героини, на тем, каким методом прибегает Фрейд для того, чтобы решить ту или иную ситуацию. А наша пациентка, у нее какая-то степень истерии. Скорее всего, она видит какие-то галлюцинации или сны. И, в общем, в дневнике, которые она пишет, непонятно, то ли это явь, то ли это на самом деле было так. Но благодаря каким-то крупицам абсолютного абсурда и магического реализма, мы понимаем, что, скорее всего, так быть не может. И потом нас, в принципе, возвращают к этому же руслу тоже. Но потом, в свою очередь, наступает еще какой-то момент, который дает очередной виток, и мы снова не понимаем, где мы находимся и что вообще происходит в этой книге. То есть, вот постоянно на таких волнах мы в этой книге качаемся. И я не могу сказать, что это на 100% хорошо, потому что, да, она в каком-то роде значима, не только с точки зрения того, о чем Фрейд говорил, в свою очередь, потому что здесь очень много пересечений действительно с его учениями. Опять тавтология. И автор, в принципе, тоже об этом говорит, что он много действительно взял от самого Фрейда, но много и выдумал. И мы это понимаем тоже. И биография жизни Фрейда тоже здесь присутствует. Но и других людей тоже, которые были как-то вовлечены в его круг. И немножко развитие его как ученого, доктора в определенной области тоже. Но вот, короче, что-то вот, книжке как будто бы не хватает определенности. То есть, как будто бы до половины мы действительно, у автора действительно была цель следить только за развитием истории болезни пациентки. А потом он как будто бы решил, что чего-то его книге не хватает. И было бы неплохо, если бы он сказал о каких-то темах, которые на тот момент были очень важны для каждого и, в принципе, важны до сих пор. Такие как война, Холокост, притеснение евреев и вот это все. И здесь он решил вот эту крупицу добавить. И добавил ее в конце. И в конце книга действительно такой очень трагичный оборот приобретает, когда мы все равно до сих пор не можем понять, мы сейчас в реальности находимся или нет. Или это очередная какая-то выдумка главной героини. И на самом деле все совсем по-другому. И она вообще находится в другом месте и в другом измерении в своей голове, по крайней мере. То есть вот такая балансирующая книжка. Я не могу сказать, что ее стоит прочитать, потому что, ну, нет в ней ничего такого, я бы сказала, что заставила бы действительно хотеть этого. Если вы все-таки решили, то учтите, что она очень неоднозначно, неравномерна и будет держать вас в таком подвешенном состоянии. Не доверяйтесь ей, короче говоря, потому что любой момент книги может быть ненастоящим, как и, собственно, ее окончание. Непонятная, странная книжка. И тут очень много откровений, каких-то очень пошлых мыслей, по крайней мере, в первой части, опять же, где мы действительно смотрим за историей болезни пациентки, где действительно много этого всего, где Фрейд размышляет о каких-то подводных течениях ее снов, нашей пациентки, ее мыслей, ее вот этих образов. И мы внедряемся все глубже и глубже в это, и в то же самое время в конце вот она война. То есть как-то соседствуют между собой вещи здесь, которые сложно было представить, как они вообще могут соприкасаться и как они могут существовать в одном котле. Вот здесь это происходит. Потом «Летний свет» и затем «Наступает ночь» от Йона Кальмана Стефансона. Потрясающая книжка, но у меня случился конфуз. Случился издательский брак изначально, потому что мне книжка приехала с пустыми листами. Не вся, конечно, но здесь листов, наверное, 10-15 было чисто пустых просто. Я думала, что текст будет продолжаться на следующей странице с того места, на котором остановился ранее. Но нет, просто текст пропущен. Я думала, что же мне делать, потому что книжка сама по себе небольшая, и пропустить какие-то отрывки ее очень значимо в этом плане и критично. Я написала об этом в Телеграме, и Настя, спасибо тебе еще раз огромное, она мне прислала фото тех страниц, сделала сканы этих страниц, прислала их мне, чтобы я смогла дополнить историю недостающими вот этими листами. Короче, благодаря Насте я смогла эту книжку прочитать, потому что, на самом деле, если бы не эти листы, то я бы, думаю, не смогла получить полноты этой истории и картины, потому что очень много действительно важного было пропущено здесь. Эта история, она, как в аннотации сказано, о тихом городке, где все друг друга знают, и о том, что близко каждому из нас. А по абсолютно бытовых моментах здесь нет никого выдающегося, здесь нет каких-то интриг, перипетий, скандалов. Они есть, но на очень бытовом мелочном уровне, с которым каждый из нас действительно сталкивается, без каких-то таких двухобальных переворотов. Она напоминала мне во время прочтения «Добро пожаловать в Найт Уэйлд». Какая-то очень странная атмосфера, такая обволакивающая, волшебная, абсурдная местами, но тебе приятно в ней находиться. Как будто бы ты и в сказке находишься, и в то же самое время, как будто бы о каких-то важных вещах книжка тебя действительно заставляет задуматься. То есть тоже какой-то баланс в своем роде. Я не буду пересказывать, как-то пытаться жизни персонажей здесь, просто упомяну нескольких, наверное. Здесь есть звездочет, так называемый, который увлекся очень сильно этой наукой в какой-то момент. Бросил свою семью, детей, для того, чтобы заказывать какие-то древние свитки, изучать их и приобщаться к какому-то общему знанию. И к нему все жители деревни обращаются как к такому главному звену, самому думающему, к имеющему возможность разрешить их какие-то жизненные вопросы или ответить на что-то более глобальное. Здесь персонажи пытаются найти какой-то баланс со своим религиозным чувством, как-то жить с ним, продолжать. В общем, очень много всего тут тоже варится, и что не перескажешь вот так, и какой-то цельной такой аннотации, я бы не сказала, что она есть. И сам рассказчик, вот этот голос, который рассказывает нам о том, что в книге происходит, что происходит с персонажами, он мне очень напомнил голос в сериале «Отчаянные домохозяйки», когда просто какой-то третий персонаж вообще никак не знакомый лично вот с этими людьми, за которыми мы наблюдаем в свою очередь, но знают при этом о них абсолютно все, в то время как они не знают об этом голосе, о ком-то вообще какой-то такой фигуре без тела и без имени. Ну вот он нам рассказывает, причем вне зависимости от того, насколько сложными бывают обстоятельства жизни героев, рассказывает всегда одинаково, как будто бы немножко на высокой такой приподнятой ноте, с ноткой позитива что ли, вот что бы ни происходило. При этом я бы не сказала, что события здесь все очень светлые, здесь есть очень много такого дремучего, темного, что засасывает жизни героев внутрь вот этой пучины, и они не могут выкарабкаться потом из-за этого. Но все равно это как будто бы находит какой-то баланс со стилем повествования и с тем, какие моменты все-таки хорошие присутствуют в книге, потому что здесь есть и любовь на веки вечные, и какие-то истории с привидениями местами забавные, местами ты просто не знаешь, что еще думать, потому что они какие-то слишком странные. Ну, то есть, ну, все это на грани какого-то абсурда, за гранью реальности, но в то же самое время есть пересечения с нашей жизнью, которые очень сильно цепляют. Очень хочется, чтобы что-нибудь еще у этого автора было переведено, потому что я знаю, у него есть еще книги. Возможно, я даже возьму что-нибудь на английском от него, потому что очень хочется еще раз приобщиться вот к атмосфере его книг. Мне кажется, они все более-менее похожи. Еще со мной случилась книжка «Ночь, когда мы исчезли» от Николая Кононова. Это вау! У меня просто... Я вот думала, как вообще, какими словами рассказать о ней, и на самом деле это очень сложно сделать, потому что она обо всем. Она о том, что было, о том, что есть, о том, что будет, скорее всего. Она построена, по сути, как какой-то архив данных о каких-то конкретных людях, причем построена этот архив в основном от первого лица. То есть люди сами говорят о том, что с ними происходило. А есть люди, живущие в современности, находящиеся вот сейчас, пережившие пандемию, переживающие военные действия, которые происходят, которые по разным причинам натыкаются на какие-то архивные данные либо своих родственников, либо просто людей, знакомых как-то им лично, или не лично, а просто понаслышке, но они, в общем, пытаются нарыть какую-то дополнительную информацию. Каждый из этих людей, о которых идет речь, они... Кто-то, кстати, реален. Я это проверяла. Мне кажется, даже все реальны. Просто про одну из персонажей я не смогла найти никакой информации. Здесь у нас есть Леонид Ира. Это реальный персонаж. Представитель разведки, вернее, контрразведки, находящиеся в Германии и поставляющие фюреру якобы поддельные данные. Но так ли это, на самом деле, я не знаю. И, в принципе, я так понимаю, что эта информация до сих пор находится под вопросом. Потому что сам Леонид Ира, по крайней мере, здесь, говорил о том, что... В книге, я не знаю, как было на самом деле, говорил о том, что это поддельные сведения. И он просто их выдумывал. Потому что зачастую те сведения, которые ты выдумываешь просто на основании какого-то анализа действующей ситуации, более реальные, чем те донесения, которые реально приходят с фронта. Потому что они проходят через несколько ступеней проверки, несколько таких заграждений, которые реальную информацию очень сильно отграждают от того, что передают потом в дальнейшем властям. Поэтому, возможно, ему просто верили на основании того, что он очень детально анализировал какие-то сведения. И, на самом деле, многие из них были правдивы, хотя были и совершенно не относящиеся к реальности. А потом мы познакомимся с бабушкой, одной из героиней, которая находится в современности, которая писала некие письма, и все они вернулись отправителю. Это Вера Ельчанинова. Вот я не знаю, на самом деле это реальный персонаж или нет, и эти письма, они реальны или нет. Она в молодости вышла замуж за человека очень сильно религиозного, и он захватил ее этой религией, этим пылом. Она, в свою очередь, воспылала всем этим, и посчитала, что это сможет заменить ей все обстоятельства реальные, которые происходят на данный момент времени, что она сможет найти какой-то источник света в этом непросветном туннеле, но в какой-то момент сталкивается с тем, что, возможно, это не так, и, скорее всего, ей придется иметь дело с тем, что... с реальностью, короче говоря. И она тоже... в ее истории тоже очень много всего находящегося на грани. Здесь и любовь очень сложная с человеком, для которого ты, скорее всего, никогда не будешь на первых ролях. Даже близко. Который одержим чем-то совершенно другим, к чему ты не имеешь никакого отношения. В то же самое время здесь будет присутствовать их постоянное потеснение, потому что они из одного лагеря переезжают в другой, будучи беженцами. Как раз их вот эта позиция, когда у тебя нет корней, когда ты вынужден скитаться, потому что на твоем месте, на котором ты раньше жил, на твоей родине, происходит что-то абсолютно беспросветное, что не оставит после себя и камня на камне, и ты должен постоянно скитаться. И линия Ханса Бейтельсбахера, это тоже реальная линия, реальный человек, который был ученым, что-то там с землей связано, и он был признан, по-моему, виновным в военных преступлениях, потому что очень много истреблял людей. Судя по книге, на основании личной ненависти и желания отомстить, потому что в какой-то момент времени его родственников порезали, ну, по сути, ни за что. Просто такие же жестокие люди, каким он стал впоследствии. И его линия рассказывает о той травме, которая сильно влияет на твою дальнейшую жизнь. Каждый из них находится в таком подвешенном состоянии, без корневой системы, потому что база, на которой они жили когда-то, была полностью разрушена и продолжает разрушаться, и они бы хотели, возможно, вернуться на свою родину, но этой родины больше нет. И эта книжка, она очень много размышляет о том, в принципе, что для человека есть родина, о том, возможно ли для человека продолжение нормальной жизни, существования, если он отлучен от этой родины. Что сильнее все-таки, какие-то чувства комфорта, чтобы находиться там, где ты был раньше, или все-таки желание отстоять правоту хотя бы для самого себя. Потому что здесь очень много есть размышлений о личных границах, о границах патриотических, о демократии и о том, что встает в место демократии для того, чтобы прикрыть реальную сущность всего. Очень много размышлений о том, что тоталитаризм в последнее время часто прикрывается демократией. И это слово само по себе потеряло смысл уже, потому что за ним на самом деле скрывается что-то очень тоталитарное. И очень много размышлений здесь о таких вещах. Конечно, все базируется на истории России в основном, и беженцев из России, о том, как они продолжают свое существование за границей, пытаются это делать, по крайней мере, и о том, как их тянет все равно на родину, какой бы она ни была, и как бы быстро она не схлопывалась внутри самой себя. Опять же, о смене власти, которая постоянно перекидывалась вот так из рук в руки, и менялись кардинально мнения, которых должны были придерживаться люди, живущие там, если они хотят этого, о том, как сложно было отстраивать то, что было некогда разрушено, ну и, в принципе, как всегда. И, в общем, в конце мы снова возвращаемся, зацикливаемся как бы в реальное время, где вот эти люди, прочитав все это, узнав все это, пытаются понять, как им, собственно, жить дальше, учитывая все то, что им предстоит еще пережить, через что предстоит пройти, какие решения нужно будет еще претерпевать для того, чтобы просто продолжать свое существование. И стоит ли это делать? Или все-таки важнее то, что у тебя внутри, важнее какая-то внутренняя твоя свобода, которую тебе важно отстоять для того, чтобы не упасть, не захлебнуться вот в этом котле. Сложная книжка, сложно, она постоянно морально давит за счет того, во-первых, что происходит в ней, потому что это, во-первых, ты понимаешь реальное, во-вторых, ты находишь все эти пересечения с реальным, опять же. Единственное, что в начале вы увидите очень много вот этого современного, тоже, которое придавливает сначала, как будто бы здесь и вот этот ковид, опять же, будет упоминаться, но все это быстро заканчивается, потому что мы переходим вот в эти архивные данные, которые намного более интересны. Здорово, что автор нас относит к реальным личностям, которые существовали, и чувствуется, что он большую работу проделал для того, чтобы мир увидел эту книгу. И отчасти, да, это, можно сказать, документальная проза, потому что очень многое здесь, оно, опять же, реальное. В общем, книжку я рекомендую, если вы размышляете, в принципе, о таких вещах, если они вам интересны, и если вы когда-нибудь задумывались над тем, как это было тогда, потому что здесь даже больше пласта времени занимает пространство. Если вы не хотите находить пересечения с современностью, то хотя бы вы увидите то, как это было в прошлом. Вера, Элизабет Фонарни, боже мой, это просто прекрасная книжка. Я даже не знаю, какие слова подобрать для того, чтобы это писать. Она, по сути, ничего из себя не представляет. То есть абсолютно обычная история, казалось бы, но она на такие эмоции выводит. Вот мне кажется, я не читала «Замок Броуди», я планирую это сделать в этом году, но мне кажется, вот он на точно такие же эмоции выводит. Здесь у нас есть два персонажа, это Люси и Эверард, которые в какой-то момент жизни пересекаются. А Люси, очень сложно переживая смерть своего отца, выходит просто в сад, где сталкивается вот с этим молодым человеком, который на самом деле несколько старше ее, но он тоже погружен в свои мысли, и видно, что ему очень хочется высказаться. И он, видя прекрасную девушку, немножко влюбляясь в нее, сразу же открывает ей свою душу и рассказывает о том, что с ним произошло. Он очень тяжело переживает смерть своей супруги, Веры, которая выпала из окна их совместного особняка, но переживает он на самом деле больше не ее смерть, а тот социальный статус, который теперь на нем находится, и он немножко придавлен бременем тех обязанностей, которые он должен нести, и того вида, который он должен нести вследствие смерти своей жены. То есть он не хочет выдавать какой-то траур у себя, когда он на самом деле его не испытывает. И из-за таинственной смерти своей супруги насчет него ходит много слухов, и некоторые считают его виновным в этом убийстве, поэтому он, конечно, придавлен вот этим социальным новым для него статусом. И на этой почве они начинают сильно общаться, и вот эта горечь утраты, у кого меньше, у кого больше их сближает, они, можно сказать, друг для друга, вот в этом случае являются спасательным кругом, который действительно помогает им в какой-то момент жизни вырваться вот из оков этого горя. Но это только начало истории, и дальше последует очень долгая семейная их перипетия, потому что, конечно, их жизни сплетаются между собой воедино, но она, вот эта семейная жизнь, Дилли, она оказывается совсем не такой, какой представлялась нашей главной героиней, по крайней мере. Это такая юная девушка, которая никогда не сталкивалась прежде вообще ни с чем, и о замужестве, в принципе, не то, чтобы помышляла. Она видит перед собой человека, очень воодушевленного, заинтригованного жизнью, который горит ей, и ей очень это нравится, на нее это желание тоже перекидывается, и она уже не может ждать, когда же наконец закончится этот период траура и у нее, и у него, для того, чтобы воссоединиться вот в прекрасном союзе. Но когда этот союз настает, она понимает, что, во-первых, то, что она думала о человеке, оказалось совсем не так, неправдой, потому что этот человек, он был больше возвышен в ее представлениях, в ее мировоззрении, потому что она была сильно влюблена. Но под действием каких-то бытовых даже обстоятельств она понимает, что сильно ошибалась, возможно, и начинает задумываться над смертью, над причиной смерти веры, и испытывать к ней даже какую-то симпатию, сочувствие, потому что понимает, каково ей было, по крайней мере, в какие-то моменты жизни. Очень такая выводящая на эмоции история, которая вас оставит в подвешенном абсолютно состоянии в конце. То есть, если вы надеетесь, что она даст вам полностью все ответы на вопросы, что она разрешится к лучшему в конце, вообще даже не надейтесь на это. Она совершенно другое строение в себе имеет, и это просто не может не восхищать. Я не знаю, я влюбилась в эту книгу, если честно, я очень рада, что январь, Новый год вообще начался для меня вот с подобной литературы, поэтому я вам ее крайне рекомендую, но будьте готовы беситься очень сильно, и будьте готовы к тому, что финал, он такой долгоиграющий, выходящий за оранки, и вы не знаете, что же было там на самом деле дальше. Еще у вас равно случилась книжка «Падение» Ти Джей Ньюман, у меня уже ее нет, я дала подружке читать, потому что ей тоже нравится вся эта авиационная тематика. Это прям я пятерку поставила, это что-то с чем-то, но это пятерки разные, нежели там с классической литературой, это важно понимать. Она очень мне понравилась, я вообще не могла ни на минуту от нее оторваться, вот пока не дочитаю до последнего. Она небольшая, заинтриговывая тем, что написана бывшая бортпроводница. У меня какие были проблемы со всеми вот этими авиационными книгами, потому что я, читая их, вижу все эти несостыковки, потому что, как правило, люди пишут, которые к этому никакого отношения не имеют. Даже если они как-то общались с людьми и близкими к этой профессии, все равно они очень многие детали упускают в пользу какой-то художественности. В принципе, основной массе людей эти книги нормальны, но вот для меня они очень сильно бесячие, потому что я вижу, что книга не проработана, что человек больше делал акцент на какой-то зрелищности, нежели на реальности. Вот в этой книге это не так, потому что в основном, за исключением некоторых моментов, о которых я скажу позже, она действительно соответствует полностью реальности. И сразу видно, что человек знает, о чем говорит, и многое из того, о чем он говорит, для него действительно наболевшее. История у нас просто старая, как мирная, можно сказать, она о терроризме. Причем события в книге идут уже после 11 сентября, когда определенные меры безопасности были ужесточены, но тем не менее командир корабля, заходящий на лайнер, не имеющий представления о том, что его ждет впереди, вскоре после взлета, по-моему, сталкивается с его теперешней реальностью, когда террорист, захвативший семью командира, говорит о том, что у него есть выбор. Либо он отправит самолет туда, куда ему скажут террористы, либо его семья умрет. И командиру корабля предстоит очень сложный выбор. Хотя на самом деле выбора у него никакого нет, потому что на борту самолета находится один посланец этого террориста, который должен сделать работу в случае, если командир будет на это не способен. И этот подставной человек будет следить за всем происходящим на борту и за тем, как выполняются требования его сообщника. История очень напряженная, как я уже сказала. И будьте готовы к тому, что это не какая-то такая супер детально проработанная история. Это не та история, которая очень сильно вдается в судьбы людей, но она очень зрелищная. Это как какой-то американский боевик, который вот в напряжении держит вас абсолютно все время повествования, все время просмотра. Вы не можете оторваться, вы не можете кушать, вы не можете никуда смотреть больше, потому что то, что происходит на экране, оно вас полностью завораживает, и вы не можете оторваться от этого. Вот эта книга такая. Вы ее взяли, и вот как вы ее взяли, так и закрыли в конце уже, когда только дочитали, потому что она не оставляет ни на секунду буквально. При этом я не могу сказать, что у меня не было какой-то симпатии к персонажам, которые там упоминаются, потому что пару раз меня даже что-то вывело на слезу. Может, из-за того, что я представила себе воочию всю эту ситуацию, если бы она случилась со мной. Возможно, действительно, у автора все-таки удалось хоть немного достучаться именно до какой-то эмоциональной проработки персонажей. Короче, книжка мне очень понравилась, я ее вам рекомендую, если вы хотите какой-то зрелищной книги, очень напряженной, которая вас не оставит вообще ни на минуту, еще раз это я повторю, но не ждите чего-то очень глубокого от нее. То есть просто если вы хотите провести очень напряженно какое-то количество времени. А, я же вам хотела сказать, что конкретно не соответствует. Просто если вам интересно это, я просто проводник, если вы впервые на канале об этом не знаете, то вот, я заметила вещи, которые не соответствуют немножко реальности. Это спойлеры, сразу, сразу предупреждаю. Командиру корабля, вот этот террорист, говорит, что перед тем, даже как угробить самолет и воткнуть его в ту точку, в которую он должен, по мнению террориста, он должен убить весь самолет каким-то химическим газом, который должен выкинуть в салон во время полета, для того, чтобы все люди, находящиеся на борту, умерли еще до вот этого приземления. И командир корабля рассказывает об этом бортпроводнице, и они со своим экипажем решают защитить салон от этой атаки. И угадайте, чем просто? Кислородными масками от химической атаки. Кислородные маски, чтобы вы понимали, которые находятся в салоне, которые выпадают из верхних панелей, они не герметичны, и они не годятся ни для чего, кроме разогерметизации. Вот эти маски помогут вам продержаться, причем, по-моему, там 15 или 17 минут, в зависимости от самолета, для того, чтобы снизиться на безопасную высоту, где вы сможете дышать самостоятельно, без вот этого дополнительного кислорода. Но они ни в коем случае не защитят от пожара, скорее всего, наоборот, потому что кислород, он способствует пожару, собственно. Он не защитит вас от просто затымления. Они не защитят вас от тем более химической атаки, потому что любой газ, химический, любые, короче говоря, пары, они смогут проникнуть внутрь маски и как бы вы не защищались. Потом еще очень важный момент, самый, наверное, важный, конечно, для человека, не относящегося вообще к этой сфере, это все равно, и он это даже не заметит, но после 11 сентября особенно, и после вообще ситуации, ситуации, когда один пилот вышел, а другой оставшийся воткнул самолет в гору, было предъявлено официальное требование, обязательное для всех, для исполнения, это чтобы в кабине помимо пилота находился кто-то еще. То есть если один выходит в туалет, заходит тут же бортпроводник, который подменяет этого пилота и наблюдает за действиями другого оставшегося, и в случае чего может открыть дверь тому, кто вышел. И здесь, когда я вижу, что один пилот вышел, и второй просто остался в кабине вообще без присмотра, меня это немножко покоробило, потому что так не бывает сейчас. Ну то есть возможно где-то это нарушается, но это злостным нарушением считается. Еще один момент, когда вот эта самая химическая атака началась, она началась, потому что пилот должен был показывать видимость действия, того, что он действует согласно указаниям этого террориста, он кинул действительно этот баллон, и вот они все приготовились, надели эти маски, которых защитили, но почему не надели драггеры, так называемые, здесь вы где-нибудь картинку видите, портпроводники, не может такого быть, чтобы их не было, потому что ими экипированы все самолеты. То ли автор не захотел вдаваться в подробности технически, рассказывать всем остальным, которые не близки к этой схеме, к этой сфере, что это такое, то ли я не знаю почему, потому что вот это, вот этот капюшон, он вообще называется дымозащитный капюшон, он герметичен, то есть вот он бы действительно защитил от химической атаки и от задымления в принципе тоже. Там внутри есть кислородный баллон, который подает не смесь с воздухом, а стопроцентный кислород при вдохе. Поэтому я не понимаю, почему вот это вот не было использовано, например, потому что тогда многих последствий можно было бы избежать, если бы они просто надели эти капюшоны. И они действуют дольше. Их можно заменить, потому что их несколько. А нет, они надели просто, тоже они взяли кислородный баллон, да, он переносной, но с той же самой негерметичной маской, которая все равно пропускает все извне. Вот, поэтому вот эти моменты были для меня немножко странными. Все, такой экскурс в задротство закончен, но продолжаем дальше. Если смотрите Снежану, то вы знаете, что она очень любит всякие скандинавские серии, всяких скандинавских авторов. И у нее я увидела интересную книжку, другая, от Террес Буман. Она меня заинтересовала своей нотацией и какой-то мрачной немножко стилистикой. Так, в принципе, оно и есть. Она совсем небольшая, ее прочитала в электронке. Это история девушки, которая, ну, сводит концы с концами, можно сказать. Она ожидает от своей жизни чего-то большего, но пока то, что есть, ей не очень нравится. Она каждый раз просто дает себе уверение в том, что это ненадолго и что скоро все это закончится. Она работает в посудомойке в столовой больнице и там часто встречается глазами, по крайней мере, взглядом с доктором, который ей очень сильно нравится, он ей симпатичен, при этом она знает, что он женат. И в какой-то момент их симпатия оказывается взаимна и они начинают общаться. То есть общение женатым мужчиной полностью ее захватывает. Она начинает мечтать о чем-то большем, опять же, при этом понимая, что она далеко не единственная в его жизни и, скорее всего, он ни в коем случае не уйдет от своей семьи в пользу ее. Эта книжка, она об очень многом тоже, очень многие сферы охватывают здесь и размышления, в принципе, о любви, как таковой, наверное, об одержимости, о страсти, о социальном положении, о том, насколько оно сильно давлеет над всем остальным, насколько оно может вытеснить все остальное, о разноклассовости, которая здесь проявляется. Понятно, что это современное общество, она проявляется не так ярко, как было когда-то раньше, но все равно есть определенные указатели, скажем так, на класс, которые все равно разделяют людей по-прежнему и, как бы ты ни старался приблизиться, ты все равно будешь каждый раз выдавать свою какую-то дешевость. И особенно, если человек постоянно снова и снова думает об этом, то его это съедает, можно сказать, и с каждым разом все больше. Очень мрачная книжка, такая в стилистике какого-то Готэма, я не знаю, где постоянно идет дождь, где все беспросветно, где героиня рассуждает об очень многом, но она далека все так же от себя, как и была раньше, в начале повествования тем более. И вот мы под этим прессингом, эмоциональным тоже находимся. Если вы хотите какую-то такую немножко давящую, депрессивную книжку, то в принципе это она. Но опять же, какие-то размышления на тему социального строя, классовости, и интересно следить за тем, как жизнь героини, какое воплощение она находит уже в конце книги, с помощью тех обстоятельств, которые были в ее жизни созданы. И последняя книжка это Тим Кэрон «Мертвое море». Я ее мучила на протяжении, я не знаю, месяцев трех, наверное. Я поставила четверку. Ксюша рассказала о ней в прочитанном тоже, я ей написала, что тоже слушаю в данный момент. Она меня начала после спрашивать, ну что-то дочитала ее, дослушала, а я не могла ей ответить утвердительно, потому что слушала ее очень долгое время, это все растянулось, поэтому я немножко от этой истории подустала. Это по сути такой ужастик, триллером назвать это сложно, ужастик, который тоже местами держит очень сильно в напряжении, рассказывающий о команде корабля, который попадает в загадочный туман и оказывается по другую сторону вселенной вообще, в каком-то абсолютно другом мире. Мы имеем дело, естественно, с вот этим мертвым морем, с треугольником дьявола, где бесследно исчезают корабли и, скорее всего, уже никогда не вернутся. И вот здесь как раз команда корабля сталкивается с потребностью выжить, тем более, что их корабли терпят крушение и они оказываются разделены, каждый из них находится на плоту в составе какой-то команды в каком-то количестве человек и просто пытаются выжить, борются за свою жизнь. Те события и те вещи, на которые они наткнутся во время этого своего путешествия, попытки выжить, они могут, наверное, поразить воображение, потому что здесь разные твари морские, которые охотятся за человеческим мясом, многие из них разумны, что очень сильно пугает людей, много каких-то вещей, которые ты не видишь, но они происходят, тем не менее, очень сильно воздействуют на тебя, много заброшенных кораблей, даже не только кораблей, которые воплощаются и которые появляются в этом треугольнике, ты видишь это кладбище, и команда видит это заброшенное кладбище судов, заходит в них, понимая, что им уже сто, а может быть и больше лет, и вот находя какие-то источники болезни, находящихся на этих судах людей, они понимают, что, скорее всего, у них нет никакого шанса выжить. Книжка интересно построена, потому что она, я думала, будет нас постепенно погружать в этот треугольник, и потом быстренько мы как бы выберемся из него, но на самом деле получилось, что в самом начале книги персонажи терпят вот это крушение, попадают в этот туман, попадают, соответственно, в этот треугольник дьявола, и до самого конца книги они пытаются оттуда выбраться, и вот каждая минута, она очень сильно напряжена, потому что там нет никакого просвета, нет ничего положительного в этих событиях, люди там, некоторые, вместо того, чтобы пытаться выжить и объединиться, наоборот, пытаются угробить, как будто бы всех остальных, пытаются доказать свою значимость, некоторые люди просто убивают друг друга для того, чтобы, опять же, помериться с чем-то силой, вот этой властью и способностью к управлению, наверное. История сама выживания очень сложна, потому что как люди будут пытаться вообще, где они будут находить, пытаться еду, то же самое, потому что даже те корабли, которые есть, они стоят несколько сотен лет, а может быть и больше, и, в общем, очень мало шансов у них на выживание, учитывая еще и тех тварей, которые появляются на их пути, которые явно будут препятствовать этому самому выживанию. Вот, книжка, в принципе, интересная, но я читала ее слишком долго, я реально от нее подустала, поэтому я не знаю, могу ли я ее рекомендовать. Ксюша даже сказала, что очень напряженная история, и местами действительно у нее бежали мурашки по телу от того, что там происходило, и на самом деле, да, местами книжка, вот, как будто бы ты сам находишься в этом Саграсовом море, сам пытаешься выжить, сам видишь тех существ, которые автор описывает, то есть книжка очень погружающая в атмосферу, ну, просто, видимо, за счет того, что я ушла в отпуск, у меня было меньше возможности слушать книгу, я немножко потеряла как-то суть истории, немножко потеряла интерес, и для меня вот этот процесс сильно затянулся, за счет чего я начала в какой-то момент скучать, вот, но я думаю, что с вами такого не произойдет, если вам нравятся такие вот истории. Все, пока что обо всем рассказала, делитесь, что вы интересного прочитали в начале года, какая у вас вообще первая книга, самая-самая первая была в этом году, кстати, у меня первой книгой была, по-моему, Вера, о, нет, Летний свет, а затем наступает ночь, я поставила пятерку, потом Вере поставила пятерку, потом Ночь, когда мы исчезли, тоже поставила пятерку, в общем, год начался очень хорошо, если бы вот не белый отель, то все было бы вообще просто прекрасно. Все, теперь точно все, мы с вами скоро увидимся.